МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Наталья Соколовская и сегодня в выпуске. В Вечебске состоялось заседание Комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В Вечебске торжественно открыли ЗЭК с администрацией железнодорожного района. В феврале введен в эксплуатацию новый корпус больницы имени Симашкен. На территории Оршенского района завершился второй этап республиканской акции «Безопасность в каждый дом». В Вечебске состоялось заседание Комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Депутаты двух стран обсудили перспективы расширения белорусско-российского сотрудничества в области культуры, также наметили дальнейшие планы по реализации совместных проектов в союзном государстве. В рамках визита члены Комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России встретились с председателем Витебского облсполкома Николаем Шерстневым. Обсуждая развитие сотрудничества, губернатор высказал ряд пожеланий по осуществлению некоторых проектов на территории региона. Среди предложений создания выставочного зала для художников в музее-усадьбе Репина-Здравнево и замена светового оборудования на главной сценической площадке Славянского базара в Летнем амфитеатре. Такие намерения со своей стороны поддержали и российские гости. У нас общие духовные ценности и как раз именно отрасль культуры она и воспитывает и мировоззрение человека, и отношения между нашими братскими народами, потому что ближе, чем Белоруссия, конечно, у России нет государства, нет стратегического партнера. Основная тема заседания – вопросы культуры. В этой сфере у двух стран уже есть совместные проекты, которые финансируются в рамках союзного государства. Поддержка оказывается мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». В этом году из союзного бюджета на него выделят 97 миллионов российских рублей. Также финансируют проведение таких фестивалей, как славянский базар в Витебске, молодежь за союзное государство, творчество юных. Планируется более тесное сотрудничество и в кинематографии. В Республике Беларусь в прошлом году завершился масштабный проект по реконструкции и модернизации национальной киностудии «Долусьфильм». Сейчас мы обладаем, побоюсь сказать, одной из самых современных в Европе баз по производству фильма-продукции. Фактически это фабрика, зайдя на которую, можно весь цикл фильма-производства от благодарительного периода до постпозакшина провести и выпустить. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в первую очередь в выпуске ко-продукции с российскими коллегами. В ходе визита российские гости возложили цветы у вечного огня к мемориальному комплексу в честь героев Великой Отечественной войны, а также посетили музейные комплексы. В целом же парламентарии определили наиболее важные направления и задачи дальнейшего развития союзного государства на 2018-2022 годы. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, Телекомпания Скиф. В Вечебске торжественно открыли ЗАГС администрации железнодорожного района. Само здание по адресу улица Средненабережная, дом 7, памятник архитектуры конца 19-го, начала 20-го веков. Его реконструкция началась еще в 2011 году. В марте же прошлого года окончательно определили, что именно будет располагаться на месте старого особняка. Перерезал красную линточку глава администрации железнодорожного района Юрий Панфилов. Подробно он рассказал присутствующему об истории создания нового ЗАГСа. Чтобы восстановить само здание, затратили 668 тысяч рублей. Подрядчиком выступила строительная компания «ПрофНК». После проведения работ значительно преобразился внешний вид этого памятника городской архитектуры. Появились мансардный этаж, пристройка из технических помещений, подсветка и система видеонаблюдения. Рядом разместили парковку на 8 мест. Работали здесь строители, работала администрация района, работал город. Часть средств была направлена с городского бюджета. Часть мы попросили и большое спасибо от предприятий, организаций, спонсорей здесь по основному оборудованию, созданию интерьера. Вот в результате получилось то, что получилось. Я считаю, очень уютный, такой уникальный получился мини-дворец. Сразу же после церемонии открытия здесь провели первую церемонию бракосочетания. Молодоженами стали воспитатель детского сада Юлия Нестерова и строитель Андрей Шухту. Специально для них играла живая музыка, прозвучал марш Мендельсона. Конечно, мы безумно счастливы. Память. Мы ее долго будем держать. Конечно, это очень-очень значимое наше событие. Готовились долго, чтобы запомнить это. Все-таки это на один день, который должен остаться в памяти, что можно было рассказать нашим детям, внукам. Как мы сообщали ранее, в феврале введен в эксплуатацию новый корпус больницы имени Семашко. Там созданы все условия для работы медперсонала и пребывания больных. И оснащение по последнему слову техники. Пожалуй, самое ценное приобретение, помимо новой операционной и многого другого, это ангиографический кабинет. Ангиографический аппарат позволяет нам визуализировать сосуды различных органов человека. Благодаря этому у нас есть уникальная возможность не только посмотреть функциональное состояние этих сосудов, но также распространенность патологического очага какого-то, и оценить кровоток в органах практически всего тела. Все зависит от оснащения. У нас достаточно современный аппарат. Более того, скажу, это самый новый аппарат в республике. Такого еще аналогов нет. И он позволяет, конечно, не только визуализировать эти органы, но и выполнять малоинвазивное, что немаловажно, вмешательство на пациентах. И делать это практически на любом органе. То есть это не только сосуды сердца, но это и головной мозг, это и внутренние органы, это и периферические артерии, например, в нижних конечностях. Сейчас идут пусконаладочные работы. И уже совсем скоро жители Оршанского региона и окрестности смогут получать здесь квалифицированную помощь. В каждом лечебном учреждении у нас имеется палата интенсивной терапии на две койки. Сюда будут попадать люди, учитывая наш операционный профиль, или если это касается неврологии, кардиологии, то есть это самые тяжелые пациенты. Это пост индивидуальный, практически это мини-реанимация, и пост медсестры на две койки. Здесь есть все необходимое для ухода за пациентом. Здесь есть и подача кислорода, и отсос. Если надо, здесь есть аппараты искусственной вентиляции легких. То есть в каждом отделении для тяжелых больных предусмотрены такие вот палаты. Итак, все отделения, как было запланировано, переехали в новый корпус. Что теперь будет располагаться в пятиэтажном здании? Пятиэтажное здание займут в свою очередь отделение гнойной хирургии. Значит, оно будет работать на три отделения. На хирургию как таковую, на гинекологическое отделение, травматологическое отделение. То есть там будут по профилям койки, где развиваются или осложнения, или это гнойное заболевание. Туда переезжает терапевтическое отделение на третий этаж. Ну и на хирургию на втором, и на первый этаж переезжает лор-отделение. И со второй больницы. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, Роман Копылов, телекомпания «Скиф». Госавтоинспекция Витебской области улучшает организацию движения. С этой целью она завела собственную электронную почту «Открытый диалог собака. Джима Айлком» под названием «Компетентный собеседник». Жители региона могут высказать свои идеи по повышению безопасности на дорогах. Повреждения, неправильная установка или отсутствие дорожных знаков, изменение разметки, каждое замечание и предложение будет рассмотрено. Население может высказывать свое мнение по внедрению инновационных методов в дорожной инфраструктуре. Вся поступающая информация будет изучена сотрудниками управления госавтоинспекции Витебской области. На территории Оршанского района завершился второй этап республиканской акции «Безопасность в каждый дом». На этот раз профилактические мероприятия коснулись средних специальных учебных заведений. Наша съемочная группа и сотрудники Оршанского ГРОЧС посетили Оршанский филиал Витебского государственного университета имени Петра Машерова. Акция в Оршанском колледже ВГУ имени Машерова началась традиционно с беседы. Начальник Оршанского ГРОЧС Кирилл Курак в разговоре с молодежью затронул вопросы оперативной обстановки в регионе и основных причин чрезвычайных ситуаций. Привел конкретные примеры, отметил особенности поведения в случае возникновения пожаров. Задача этой акции – донести как можно больше нужной информации до всех слоев населения, информации направленной на обеспечение собственной безопасности, безопасности своего жилища, безопасности своих окружающих. В первую очередь, конечно же, это направление противопожарной безопасности. То есть мы стремимся выступить в наибольшем количестве трудовых коллективах, учебных заведениях, выйти к людям в общественные места, провести презентации данной акции, довести информацию, касающуюся правил поведения в быту. Эта акция проходит достаточно активно и интересно. Есть интерес у ребят, задают очень много вопросов. Стараемся на все вопросы ответить с приведением конкретных примеров, с демонстрацией видеоматериалов, наглядная изобразительная продукция. Достаточно интересно это ребятам, ну и, соответственно, это очень приятно, что такая заинтересованность, такой интерес проявляют к данному мероприятию. Молодежь относится к безопасности как умеет, но сегодня за этой безопасностью смотрят помимо наших служб и администрации учебных заведений. Обязательно в ходе таких встреч с ребятами акцентируем внимание на безопасности проживания в общежитиях, потому как опыт показывает, в последние годы происходят всевозможные ситуации именно в местах проживания подростков, детей, молодежи. Зачастую это связано и с нарушением ими, в том числе каких-то элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому, проводя такие мероприятия, конечно же, акцентируем внимание на требования к безопасному проживанию, на ответственность, которую они несут не только за свою жизнь и здоровье, а и за здоровье и жизнь их проживающих по соседству, товарищей. В общем-то, относятся с пониманием и, надеюсь, польза достаточно эффективной от этой акции будет». А затем спасатели поиграли с учащимися колледжа в познавательно-развлекательную викторину «Где логика». Молодёжь узнала об автономных пожарных извещателях и рекомендациях по их установке, о правилах эксплуатации огнетушителей, электросети и поведения при эвакуации. Участники мероприятия активно отвечали на вопросы спасателей, а авторы самых логичных ответов получили подарки. «Это как минимум интересно, плюс освежесть знания, потому что такие ситуации встречаются много в мире, экстренные ситуации, и каждый человек должен знать, что в них делать. Если не только у тебя, но и другие случаи. Как-то помочь, самому себе помочь. Частенько приходят на подобные встречи, привлекают постоянно что-то новое, как-то оригинальное, беседы на разные темы. Плюс, как сейчас, например, различные такие как-то викторины по тему различным, связанные с пожаром и так далее. Ну вот, то есть достаточно интересно». Помимо колледжа ВГУ имени Машерова, мероприятия акции прошли в медицинском, механико-экономическом и политехническом профессионально-техническом колледжах, лицея текстильщиков имени Семёнова, колледжах продовольствия и филиале Белгуд. Третий этап акции пройдёт с 21 по 27 февраля в санаториях на предприятиях и в организациях. А четвёртый – 28 февраля – в местах массового пребывания людей, на открытых площадках, рынках, в крупных торговых и детских развлекательных центрах. Галина Башкова, Алексей Цибульский из Заршанского колледжа ВГУ имени Машерова. В рамках 19-го тура национального первенства страны наша команда «Борисов-900» сыграла в гостях с минским дорожником. Чем закончился очередной очный поединок, расскажут наши коллеги из Борисова. Количество ошибок, которые допускала борисовская команда в этом матче, никак не позволяло надеяться на положительный результат. Не сказать, чтобы у дорожника оказывалось сильнейшее давление на ворота гостей, но от неприятности это обстоятельство «Белозеленых» не уберегло. На пятой минуте Артем Зеленок пытался прервать передачу соперника, срезав мяч в свои ворота. 1-0. В середине первого тайма борисовчане не уследили за рейдом «Ивашка», и тот, оставшись наедине с Иваном Прокопцом, выманил голкипера на себя, и отпасывал Скворчевскому, которому не составило труда поразить пустые ворота. 2-0. Затем гости неудачно разыграли аут у ворот хозяев, позволив тем убежать в контратаку. 2-0. Иробыка с помощью гуменника увеличил разрыв. Вскоре после очередного провала борисовской обороны Скворчевский оказался наедине с Прокопцом, но вверх в этой дуэли остался за вратарем. Лишь в концовке первого тайма голевая атака удалась и гостям. Владимир Пескун и Станислав Кудрицкий двумя вертикальными передачами вывели на ударную позицию Александра Данилейко. И тот выстрелом с острого угла сократил отставание. 3-1. Первая половина второго тайма осталась за борисовской командой, которая, включив прессинг, перехватила инициативу. Отличные возможности свести отставание до минимума не использовали Сергей Ксенчук и Павел Ватихович. Дорожник выстоял, а затем и сам стал отвечать острыми уколами. Однако Гумилюк и Скворчевский в ближнем бою не переиграли Прокопца. Казалось, всех ожидает непредсказуемая концовка, но удаление у гостей и их сверхлимитные фолы быстро свели интригу на нет. Опытнейшие игроки Дорожника не применули воспользоваться ситуацией. Чеховский оформил дубль, сначала завершив розыгрыш большинства, а затем поразил пустые ворота, когда борисовчане заиграли с Гонялой. На 36-й минуте Гумилюк результативно пробил с 10-метрового, довел счет до крупного – 6-1. Зуенок ответил ударом низом со средней дистанции – 6-2. Но этот гол уже ничего не лишал. Материалы предоставлены пресс-службой мини-футбольного клуба «Борисов-900». Татьяна Савлеевич, телекомпания «Скиф». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершает наш выпуск. Я же благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и хороших вам новостей. Одежда для ведущих предоставлена ЗАО «Оршанский дом торговли».